Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. И всем доброго утра среды. Сегодня у нас третье марта. Я помню, я что-то еще живу февралем, но периодически вспоминаю, что уже март, хотя с утра холодно. Человек склонный к научению. Александр Шунин, Олег Пек. Доброе утро. Действительно, март. И синоптики предупреждают, что эта неделя, кстати, будет самой холодной в этом месяце. Я тоже могу делать такие прогнозы. Первая неделя марта, как правило, она холоднее. Второй, третий, четвертый. Особенно, что происходит в апреле. Ну и еще, кстати, ученые, по-моему, сейчас объявили, Илон Маск вкупе с какими-то другими предпринимателями, что собираются строить космический отель. Вот у нас в мире с отелями достаточно сложная там ситуация, конечно, но, тем не менее, надеются, что люди потянутся, захотят пожить на околоземной орбите. Причем это будет очень такой, я понимаю, достаточно обустроенный отель. То есть он сделан в виде, вот как в космических фантастических фильмах. Я видел, вот уже проект нарисованный. Будет крутиться такое колесо, и будет благодаря этому создаваться гравитация. То есть можно будет спокойно принимать душ, ходить, простите, в туалет. Ну это как в фантастических фильмах, в общем-то, про космос. Там тоже же крутится постоянно орбитальная станция. Для того, чтобы создавать этот эффект гравитации. Правда, там говорят, что гравитация будет не земная, а там где-то одна четверть земной гравитации. Но и те, кто захочет испытать состояние невесомости, там, получается, в общем, есть какие-то области вот этого отеля, где будет состояние невесомости. И так, в общем-то, постояльцы будут ходить в припрыжку. Да, да, да. Балетными такими движениями. Будут возможности посмотреть на землю, значит, с высоты этой орбитальной станции. 400 мест всего в этом отеле. Я уж не знаю, там сколько будет обслуживающего персонала. И будет доставлять туда Илон Маск своими кораблями пассажиров. И якобы ходят вообще какие-то слухи, что они собираются сделать космический лифт. То есть, будет какой-то стальной трос, который будет связан с этим отелем, с землей. И вот, условно говоря, в лифте вам на какой этаж? Вот мне на самый последний. И улетели в космос на лифте. Мне на ресепшн. Звучит это все как фантастика, но говорят, что строительство начнется уже, по-моему, в 25-м году, а принимать первых постояльцев они собираются в 27-м. Я уж прям не знаю, как это им удастся. Это же вы представляете, насколько вся эта пандемия земная достала всех, включая Илона Маска и отельеров, у которых все закрывается. Ну, в Латвии, например, да, отели закрываются. На земле нельзя, в космосе можно. В космосе можно. Будем путешествовать в космос. Ну, в общем, это пока план далекого будущего. Если заглянуть в прошлое, то сегодня как раз-таки интересная дата. В 1613 году в этот день был выбран земским собором, монархом, царем Михаил Федорович Романов. И вот именно с него началась в династии Романовых, причем 16-летний царь, который во время смутного времени его там прятали где-то в Подмосковье. И интересно, что, ну, вот вся история с Иваном Сусанином, что поляки там хотели, значит, его найти и истребить. Ну, в общем, там куча всяких легенд. Пойди найти того Сусанина. И вот с этого дня, можно сказать, вот воцарился Михаил Федорович на престоле, и династия Романовых продолжалась 300 лет, закончившись, как помним, в Эпатевском доме. О котором мы периодически в нашем эфире рассказываем сегодня, переходим к позитивным новостям историческим. Сегодня большой праздник у Рижан. Я помню одного вице-мэра, у него была такая постоянная присказка. Сегодня у Рижан большой праздник, говорил этот человек, открывая то котельную, то новый терминал в порту. Вот такая у него была вводная фраза. Так, действительно, сегодня большой праздник у Рижан. Дело в том, что в этот день, в 1562 году, Рига получила независимость от Ливонского ордена. Рощерком пера его магистра Готтерда Кетлера Рига получила независимость. Поздравляю! Прекрасный. Прекрасный сегодня повод. Мало того, что маленькая пятница, так еще и день независимости. Как прожить жизнь так, чтобы назвали в твою честь колледж, который, закончить который будет считаться честью каждый человек на земле? В 1639 году был, ну вот колледж в Бостоне, получил имя Гарварда в честь мецената Джона Гарварда, который подарил этому колледжу свою библиотеку и огромную сумму денег завещал. Вот Гарвардский колледж, гордость американского образования, его сначала хотели назвать кембриджским по аналогии с Британией, но вот затем все-таки пересилил Гарвард. Кстати, выпускник, правда, не колледжа, но университета Йорка, а с нами будет скоро на связи молодой биофизик Игорь Дубаневич. А пока что впандан вашей истории, как прожить жизнь так, чтобы вами назвали вагон? Сегодня, 190 лет назад, появился на свет Джордж Пулман, изобретатель, создатель знаменитых спальных вагонов. А также еще Юрий Олеша, советский писатель, который написал сказку «Три толстяка» замечательную. А еще вот две такие даты, интересно, схлестнувшиеся. Именно в этот день, в 1861 году, Александр II подписал манифест об отмене крепостного права, а два года спустя, именно в этот же день, 3 марта, только в 1863 году, Конгресс США, наоборот, принял закон о перемещении индейцев штата Канзас в резервации. Вот в одном месте как бы отпустили на волю, а в другом загнали в резервации. В резервации наверняка не очень пейзажи, но зато очень пейзажи у Вильгельма Карлиса Пурвитеса, латышского живописца-пейзажиста, который появился на свет в этот день в 1872 году. Всех любителей разврата, значит, поздравляю с очередной годовщиной в 1894 году. Между прочим, это же получается, сейчас я соображу 20... Ой, нет, не круглая дата, 1897 год. В парижском ночном клубе впервые был показан профессиональный стриптиз. Нет, какая-то мелодия была другая. Там какая-то такая. А я еще другую мелодию вспомнил. Та-да-да-ра-да-да-да-да-ра-да-ра-ра-ра. А с чего я вдруг запел гимномерики? А с того, что именно сегодня родился автор текста звездно-полосатый флаг. Фрэнсис Скотт Ки 90 лет назад. Ну, а еще родился... Ой, нет, прошу прощения, не его день рождения. 90 лет назад этот текст стал текстом гимн. А в 1940 году родился Георгий Мартынюк Знаменский. Ну, кто-то, может быть, помнит этот знаменитый сериал «Знатоки» по советскому телевизию, посвященный работе советской милиции. Вот один из главных персонажей, его сыграл Георгий Мартынюк, роль всей его жизни. А я могу продолжить даже тему кинодетективов. В 1980 году в Рижском Доме кино прошла премьера фильма «Шерлок Холмс» и «Доктор Ватсона» снятого у нас же. А в 1915 состоялась премьера фильма «Рождение нации» Дэвиду Уорка Гриффита. Эта картина была эпохальной, потому что в ней был применен впервые монтаж, где действие развивалось в разных точках. Они были вот смонтированы, перебивались друг другом кадры. Но сам фильм, конечно, вот сейчас не жалуют, потому что он абсолютно расистский, прославляет Кукуксклан. И как раз-таки вот самый напряженный момент был в том, как восставшие чернокожие рабы пытаются, штурмуют палантацию своего хозяина и едут к нему на помощь, спешат кукуксклановцы. И вот этот монтаж, что вот падают там сраженные эти плантаторы коварными, значит, бунтовщиками, скачут кукуксклановцы, те уже ломятся в двери, скачут кукуксклановцы. И вот зритель вцепился прямо в подлокотники кресла, спеют к ним, спеют, когда же доскачут. Ну вот, собственно говоря, вот это все было изобретением Гриффита, а затем широко используемое в кино. А в январе этого года Journal of the Royal Society Interface опубликовал статью Игоря Дубаневича, его научного руководителя, профессора Тома Маклиша, компьютерный анализ динамической оластерии контроля в основной протеазии SARS-CoV-2, излагающий результат исследований коронавируса. И это к чему? К тому, что молодой биофизик Игорь Дубаневич из города Лепа с помощью компьютерного моделирования изучает внутренности коронавируса и надеется, что это исследование поможет в разработке действенных лекарств от этой заразы. Залез вот в этой заразе, можно сказать, во всей внутренности. Игорь, это с нами сегодня на связи по дороге между Юрским университетом, где он недавно учился, и Японией, где он продолжит работу и учебу. Игорь, доброе утро. Спасибо, что нашли время связаться с нами сегодня. Здравствуйте. Вы меня слышите? Очень тихо. Очень тихо. Может быть, если можно чуть-чуть погромче или ближе к микрофону прямо вот, в микрофон. А вот так? Вот уже гораздо лучше. Да, гораздо лучше. Может быть, еще чуть громче можно вывести? Да. А вот так? Вообще замечательно. Пожалуй, на этом уровне и продолжим наше общение. Так вот, Игорь, снова здравствуйте. Доброе утро. Доброе, доброе. У вас очень сложное для понимания простого обывателя исследование, но тем не менее его результаты могут быть весьма полезны для человечества. В доступных терминах объясните, пожалуйста, его суть. Что вы разрабатываете? И правда, непростые термины будут, но да, попытаюсь объяснить на простецком языке. В общем, вирус, на него можно посмотреть как на такую упаковку с лего. Есть упаковка. И это лего нашим клеткам хочется всегда, вот интересно, вот как ребенку хочется взять и в себя поглотить, а там уже начнется сборка всего вируса, который потом будет распространяться по другим клеткам. И что мы пытаемся сделать? Мы залезаем и смотрим под микроскопом, но компьютерным, на один из главных кирпичиков, составляющих этот вирус, и пытаемся очень точно найти, где его слабые места с помощью именно этого компьютерного моделирования. И с помощью этого мы хотим помочь химикам, биологам создать намного более точные лекарства и ускорить весь этот процесс, так как это занимает достаточно долгое время. А почему до сих пор никто не догадался в мелкоскоп посмотреть на этот вирус? И бить по слабым местам вируса. По-моему, звучит достаточно логично. Да, это очень логично, и люди этим занимались очень-очень уже долгое время. Но с нашей точки зрения мы смотрим не на обычный способ того, чтобы бить по этим слабым местам, а это обычно так называемая активная часть вируса. Там можно, если так подумать, это такой как что ли рот, где происходят все химические реакции. А с нашей стороны мы пытаемся найти места на поверхности белков. То есть это нетривиальная задача, поэтому люди обычно ее обходят стороной. А мы решили предложить посмотреть на что-то более сложное. Именно поэтому получилось опубликовать данную работу. Я правильно понимаю, что результаты вашего исследования позволят довольно точно оценить эффективность существующих и будущих потенциальных вакцин против короны? Тут мы говорим немножко о разных вещах. Данное исследование было направлено на лекарства. А лекарства в нашем случае, они пытаются найти такие молекулы, химикаты, если уж что-то технически говорить, которые могут предотвратить острое состояние больного. Это не вакцина, это не вакцина, а лекарство. Да, это лекарство. И ему нужно вот сейчас помочь. То есть заболевшему. То есть вакцина предупреждает, а мы говорим о лекарстве для заболевших. Именно. Спасибо, теперь я понял. Вакцина как раз таки это то, что вообще предупреждает и защищает организм от того, чтобы вирус вообще проник в клетки. То есть вы работаете с лекарствами, которые борются с размножением вирусов в организме? Уже да. Когда уже клетка поглотила вирус и начался весь процесс генерации новых вирусов в нашей клетке, мы пытаемся остановить этот процесс. А скажите, чем действительно сейчас, насколько широк спектр инструментов, лекарств, которыми можно бороться с вирусом? То есть насколько ваша помощь в создании этих лекарств может оказаться прорывной? Или действительно люди, которые заболели, для них это может оказаться спасением, может быть, даже жизни? Потому что, ну я продолжу мысли коллеги, обычно обращают внимание на цифры статистики количества заболевших. Ну попавшие в больницы, конечно, тоже учитывается, но за их судьбой мало следят. И обычно вызывают какую-то реакцию, это 800 человек, ну я про Латвию сейчас, да? О, опять 800 случаев, о, там за тысячу зашкалило. Но мало уделяется внимания, на мой взгляд, вот только что мысль пришла тоже в голову, тем, что же происходит с теми, кто в больнице лежит. То есть в первую волну еще рассказывали про все эти аппараты ИВЛ, про тяжесть, с которой переносится эта болезнь? Да, я понимаю вопрос. И если так уже говорить точно, наверное, самая лучшая статистика, которая у нас есть, это не количество заболевших, а именно смертность, как бы неприскорбно это не звучало, потому что там мы можем констатировать именно факт реальных случившихся заболеваний и их исходов, тогда как какая-то часть заболевших может просто отойти на второй план, если их не протестируют, имеется в виду. То есть получается, что можно снизить количество смертности от COVID? В данном случае, если мы говорим о лекарствах, да, то есть помочь больным, которым эта помощь нужна. И отвечая, наверное, на вопрос уже Александра, про больницы, говоря, и оно и вообще про, как это может помочь лекарствам в будущем, уже сейчас используются комбинации лекарств, которые схожи с теми, которые против ВИЧа, и так как они противовирусные, и они пытаются остановить весь этот процесс размножения в клетках. На данный момент мы, как группа научная, ищем людей, тоже из Академии, которым было бы интересно проверить наши результаты экспериментально. Все это были симуляции компьютерные, а теперь мы хотим это проверить экспериментально. На ком? Что получится из этого? И где? А на ком и где? Тут все будет пока что в лаборатории, на молекулах, на химикатах, то есть людей никаких, мы не говорим пока о никаких исследованиях с людьми. Но это будет в родной Латвии, и мы покажем всему миру, какие мы крутые? Хотелось бы, но пока что я не нашел ни одного соратника академического, кто был бы заинтересован в такой теме. Поиск по большей мере происходит в Британии. А насколько дорогостоящее это тестирование должно быть? Сам процесс, про который я на данный момент говорю, достаточно тривиален с точки зрения биологических, экспериментальных лабораторий. Но если мы уже говорим о во всем разработке лекарств, вот это уже стоит денег. Смотрите, пришел вопрос. Чем вирус SARS-CoV-2 внешне и внутренне отличается от других вирусов, например, вирусов гриппа? Спрашиваю. Хороший вопрос. Они, если структурно так размыто на эти два вируса посмотреть, они очень похожи. У них есть оболочка, вот эта упаковка, и есть частички генетического материала РНК. Это то, что я иллюстрировал, как кирпичики лего внутри. И что происходит? Упаковка эта заходит в нашу клетку, и начинается построение новых вирусов. И поэтому грипп и SARS, они очень похожи. Поэтому, к примеру, в этом году не наблюдалось никакой вспышки заражения гриппа, потому что все методы предосторожности, которые применяются для SARS, они также эквивалентны для гриппа. А ваше исследование можно ли, например, расширить и применять не только против коронавируса, но и против других вирусов, вирусных заболеваний? Да, да, можно. Это достаточно наше исследование, оно фундаментально. Мы вирусом не собирались на самом деле заниматься. Просто когда все это началось в марте, мы обсуждали мою работу, мою диссертацию, мы шуточно сказали, а может нам попробовать что-то с вирусом тоже сделать? И, наверное, спустя месяц, когда уже какие-то результаты были получены, мы поняли, что на самом деле в этом что-то есть. И мы начали копать глубже. И да, можно применить это к другим вирусам и к другим заболеваниям. Мне нравится этот юмор ученых. Сидели по приколу, а давай займемся вирусом, а давай. А оказывается, результаты могут иметь такие планетарные масштабы. Игорь, наше время потихонечку выходит, к сожалению. Общаться с вами дико интересно. И спасибо, что старательно избегаете с профанами специфических терминов. Более-менее все понятно. Непонятно одно, но, пожалуй, самое главное. Когда наконец-то закончится пандемия? Ваш прогноз. Спросите, что полегче. Сколько времени? Я надеюсь, скоро. Я надеюсь, скоро. Но тут главное, мы все сами можем помочь этому, чтобы она закончилась намного раньше. Соблюдая социальную дистанцию, мою руки и не подвергая себя и близких ненужному риску. Огромное спасибо, Игорь. Спасибо, что были с нами. Пожалуйста, сами не болейте. И удачи вам в ваших исследованиях и поисках источников финансирования. С нами был Игорь Дубаневич, латвийско-британский биофизик, который занимается фундаментальным исследованием коронавируса. А у нас на подходе новости Эхо Москвы, после которых мы вернемся и обсудим с нашим новым гостем обсуждение реформы высшего образования, что именно планируется изменить в высших учебных заведениях. Субтитры создавал DimaTorzok